14 октября в Госдуме прошло второе заседание Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в новом созыве. Первым вопросом повестки заседания являлся вопрос о заключении Комитета на проект федерального бюджета номер 1134020-6 об исполнении федерального бюджета за 2015 год, внесенный правительством Российской Федерации 25 июля 2016 года. Вот какие цифры привел представитель Министерства финансов Российской Федерации, директор Департамента бюджетной политики в сфере Государственной военной и правоохранительной службы Государственного оборонного заказа Анатолий Попов. Федеральным законом на 1 декабря 2014 года номер 384 по разделу национальной безопасности и правоохранительной деятельности предстоит бюджетное сигнование в сумме 2,57 млрд рублей. Бюджетное сигнование по уточненной розписи составило 1,989 млрд, 1,989 млрд рублей. Кассовое исполнение по разделу составило 98,8% уточненной розписи. Теперь по отдельной каждой государственной программе. Без исключения общественного порядка и противодействия преступности было предусмотрено 925,7 млрд рублей. В ходе исполнения бюджета 2015 года были увеличены бюджетные сигнования и исключения установленных выплат при увольнении в связи с КССМ, дополнительно выделено бюджетное сигнование на оплату коммунальных услуг, закупа автотранспортных средств 2 млрд, приобретение специальных вагонов для выполнения перевозок осужденных млрд и другие вопросы решаются в ходе исполнения. Исполнение расходов федерального бюджета по государственной программе составило 99,6% уточненной розписи. Что касается государственной программы противодействия незаконному обороту к наркотикам, то по уточненной розписи затраты на нее должны были составить 31,1 млрд рублей. Исполнение расходов федерального бюджета по данной госпрограмме составило 100% уточненной розписи. Государственная программа защиты населения и территории от чрезвычайной ситуации федеральным законом было предусмотрено 227 млрд рублей. Кассовое исполнение составило 98% уточненной розписи. Неполное исполнение бюджетных ассигнований в основном условленная экономия, изложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, несовременно представление поставщиками счетов и от выполненных работ, уменьшение численности получателей социальных выплат по сравнению с запланированными. По государственной программе учтица федеральным законом были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 305 млрд рублей. В 2015 году бюджетные ассигнования были увеличены на 13,9 млрд рублей, то есть почти на 14. Это произошло за счет выделения дополнительных ассигнований на принудительное удовлетворение иностранных лиц или безгражданства за пределы Российской Федерации, обеспечения международных стандартов обращения с запланированными в местах решения свободы и на истерских судах за рубежных стран и международных организаций на выплату денежных компенсаций и сам в соответствии с решениями европейского суда по программам человека. Таким образом, исполнение расходов федерального бюджета по данной государственной программе составило 111,3% в отчленной области. Исполнение расходов по федеральному бюджету в 2013 году по государственной программе учтица превысило объем бюджетных ассигнований предусмотрено и уточненной росписью, что позволило федеральному казному учреждению, исполняющему наказание в виде решения свободы, в результате осуществления комедеятельности дополнительно 33,9 фиглярда рублей. Еще есть расходы в СВСР, но они отнесут за трех декорат, и в СВСР. 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 СВСР.